Всем привет, друзья! Меня зовут Серёжка Хоббит, вы находитесь на моём канале, это мои практически постоянные упорно-музыкальные новости. Я приболел, потому что лето, кондиционер, я ещё ездил на праздник огурца, отлично провёл время, и теперь мне нужно делать новости, потому что их появилось огромное просто количество, я не могу вас оставить без выпуска новостей. Но самая главная новость, это то, что 6 августа в Московском Доме Книги пройдёт наконец-то презентация «Никто никогда не вернёт 2007-й. История первоальтернативного». В 7 часов вечера, друзья мои, в Московском Доме Книги я жду вас всех. Вход, конечно, бесплатный, в программе намечаются Виджей Чак, Сова, Юкли, может ещё кто-то приедет. Жду максимально всех, всё подпишем, всё сделаем, потом поедем в бар. Вечеринка. Я сегодня как Джеймс Хэзилд, который 8 лет курил по 8 пачек в день, а теперь вышел на сцену и такой «Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е». Вот это вся тема, знаете. И поэтому начнём сегодня с «Металлики». А вернее, с бывшей «Металлики», если быть конкретным, с бывшего басиста Джейсона Ньюстеда, который совместно с «Ревёрб» решил сделать собственный магазин по продаже старых гитар, которые он использовал в «Металлике». Называется магаз «Джейсон Ревёрб Шоп». В списке продажи моднейшие раритеты, скажем, десятистронный бас «Alembic Europa Custom» 92-го года, на котором он играл в туре «The Black Album». Или пятистронный безладовый бас, который, по словам Ньюстода, участвовал в записи песни «Until It Sleeps». С теми же самыми настройками. Просто радость коллекционера. Сам Ньюстод говорит, что уже 40 лет катает по миру, собирает разные ништяки и теперь готов ими поделиться. Кроме того, что я вам рассказывал, там выставляются какие-то гитары 89-го года, всего 200 копий было у него шестая. Это один из первых его олимбических басов, который был в документальном фильме «Полтора года в жизни Металлики». Плюс там есть вишневый бас «Пиерес», который был в туре «And Justice for All» и даже какая-то электромандолина моднейшая, пятиструнная. Списк огромный, надеюсь, он заработает бабла. Круто, что он бизнесмен, но еще и музло играет. Помните? У него же сольник есть крутой, зацените клипос. У вас бывало такое, что заиграет модное музло, рифа какой-то, и вы такой, ну, типа, делаете метал-лицо? Типа, еее, матафака, да! На самом деле оно называется «Стандфейс». Ну, одно из названий его «Стандфейс». И его, конечно же, давно изучают, потому что это то самое лицо, которое делают все металисты. И тут в дело вступают британские ученые, если быть точнее, Милтон Мермикедис, чувак с греческой фамилией, кстати. Он в интервью Guitar World объяснил, что такое лицо у металлистов случается из-за выброса дофамина. Они слышат любимый риф или скрежут гитары, там, голос того же самого Хэтфуда и такие кайфуют на чиле на расслободе. Такая вот специфическая эмоциональная реакция у всех металлистов. Конечно же, ее продолжают изучать, потому что всем очень интересно, но я предлагаю просто расслабиться и делать так. Выступать в Бухиме круто, думают многие рок-музыканты. Взять того же Мэрли Мэнс, да помните, как он ползал по сцене? Ну, ему это по кайфу. И многим другим музыкантам, например, вокалисту Гансен Розес, и разным, знаете, музыкантам из 90-х, 80-х и дальше. Тогда просто трешак творился. Все, мне кажется, в Бухиме выступали. Но бухать дома одно дело, а бухать на каких-то мероприятиях это совершенно другое. И вот недавно кантри-исполнительница по имени Ингрид Эндерос, собственно говоря, четырехкратная номинантка на Грэмми, представляете? Была приглашена спеть гимн США перед Хоум Ран Дерби. Это такое в бейсболе важное событие. Перед матчем All Stars его проводят, там собирается дофига людей, и какой-нибудь приглашенный музыкант выходит петь гимн США. И Ингрид, собственно, вышла и спела его в полную санину. Конечно, ее тут же захейтили в соцсетях, типа, чего, какую-то алкашку позвали, какого хера? И она выдала свое заявление, в котором написала, что не будет врать, она была очень пьяной и ложится сегодня в рехаб. Это, типа, не она была вчера вечером, она приносит извинения MLB всем фанатам и так далее и тому подобное. Плюс она обещала рассказывать, как проходит реабилитация. Типа, по ее словам, она слышала, что рехаб это весело. Но мне кажется, что рехаб это нифига не весело. Но она в своей жизни уже галку поставила. Ачьивмент Unlocked. Запороть гимн США перед Хоум Ран Дерби. Желаем ей удачи и с веселым рехабом. Что вы знаете о целеустремленности? 100% у каждого есть друг, который максимально упрямый. Вот ты с ним споришь, а он все время стоит на своем. День, два, три, неделю. Может быть, вы тоже такой. Но мне кажется, этим друзьям далеко до австралийца по имени Мэйчу Доусон, который ампутировал себе палец на руке ради участия в Олимпиаде. Представляете? Это, если что, игрок сборной по хоккею на траве из Австралии, который во время тренировки сломал себе безымянный палец на руке. Вместо того, чтобы наложить гипс, потому что он бы не успел заживить палец до Олимпиады, он просто поехал в больницу и его себе ампутировал, чтобы он не мешался. Представляете? Такого, конечно, повторять никогда, ни в коем случае не стоит. Я выражаю уважение целеустремленности этого молодого человека, но такого повторять ни в коем случае никогда не стоит. Лучше, мне кажется, Олимпиаду пропустить. Хотя, конечно, для спортсменов это очень и очень важное событие, и никто никого никогда не осуждает в таких моментах. Еще один упрямый чел тусовался в 2014 году на форуме Something Awful, то есть что-то ужасное. И критиковал там долгое время разработчика настольной игры Ride the Oblivion, который по вселенной World of Darkness. Он долго его критиковал, какие-то разбирал моменты, и в итоге пожелал смерти автору настолки. За это его заболняли на форуме на 100 тысяч часов. Это более чем 11 лет. И знаете, что произошло спустя 11 лет? Он вернулся в эту тему и продолжил спор. Все на форуме просто охуели. Они такие, что происходит? Он как вампир, короче, который пробудился и такой, я иду убивать. Ну, короче, классика жанра. Чел все разложил по бокам, рассказал все, что он думает. И он, в принципе, оказался прав, потому что там был спор по поводу издания в честь 20-летия игры, который, по его словам, не выйдет раньше 2016 года. И оно реально вышло в 2018, представляете? То есть он еще и прав оказался. Короче, он высказал все, что думает, и свалил. И его теперь все помнят за это. Ну и, в принципе, в новости он попал, видите? Пришло время поговорить про Джека Блэка. Я даже надел футболку Teenage SD, как вы видите. Еще недавно он и КЛГС дарили баскетболисту Джеру Холиду, ее статуэтку в виде хера. Ну, в смысле, там, два мяча и кольцо. И как бы дико прикалывались по этому поводу. А теперь уже и группы нет в Teenage SD, представляете? Прошло-то всего несколько дней. Может, неделя там. А дело все в том, что Teenage SD, находясь в туре по Австралии, попали в историю, которая связана с Кэллом Гэсом, с этим пухляшом, который все время в шлепках с носками ходит. Как вы знаете, не так давно произошло покушение на Трампа. В него стрелял какой-то сумасшедший, попал ему в ухо. И, соответственно, все на это покушение отреагировали по-разному. И вот, значит, Teenage SD, играя в Сидней, в местном театре, праздновали день рождения Кэлла Гэсом. Он отмечал свое 64-летие. Они офигеть какие старые уже, на самом деле. Да, 64 года ему просто офигеть Кэллу Гэсу. И, значит, Джек Блэк выносит ему торт на сцену и говорит, ты можешь загадать одно желание. Что бы ты загадал? И Кэл Гэс смотрит на него и говорит, я хочу, чтобы в Трампа в следующий раз не промахнулись. Конечно, посмотрев видео с концерта, многие люди в Австралии просто офигели. И как бы начали рубиться за то, чтобы лишить их вообще виз. И выгнать из Австралии нахуй. Вот такой там разговор ушел по этому поводу. Потому что желать смерти человеку на сцене, если ты звезда такого уровня, в принципе, это просто полный пиздец, на самом деле. Один из сенаторов Австралии призвал министра эмиграции Эндрю Джейлса отозвать визы ДНС-6Д и выгнать их, собственно, из страны, депортировать после этого комментария. Потому что поддержка, насилие неприемлемо вообще ни в какой форме. И это истинная правда. Интересно, что Джек Блэк топит за Байдена и недавно его публично поддержал. Но это дело, как бы, замять не удалось, как вы понимаете. Спустя какое-то время Джек Блэк написал в соцсетях, что приостанавливает деятельность группы, отменяет все туры и, как бы, не поддерживает максимально эту фигню. Надеюсь, что фанаты его поймут. Это, на самом деле, очень печальное дерьмо, потому что ТНС-6Д сейчас второе ДХ, они буквально, они старые, но при этом у них очень много поклонников среди молодежи, они верусятся в ТикТоке, там, и так далее, и тому подобное. Как прям Фред Дёрст. Сейчас мода вот на такую, знаете, альтернативу нулевых и всякие дурацкие группы типа ТНС-6Д, ну, в хорошем смысле, конечно. Но, как бы, Кайл Гэс сам себя в ногу ёбнул, я считаю, что это просто провал какой-то с его стороны, честно говоря. В целом, покушение на Трампа осудило множество музыкантов США, скажем, Пол Стэнли, Эскиз, Кид Рог, Ди Снайдер и многие другие. Но не Кайл Гэс, как вы поняли. Знаете, что тут произошло на досуге? Тренд Рездер, вокалист и идейный лидер, создатель группы Найн Чнелл, заколобился с мартинцами. Помните, эти ботинки, которые вам многие в кровь стирают постоянно? Ну, конечно, которые очень круто выглядят. Он делает коллабу в честь 33-го альбома Найн Чнелл с Downward's Peril. Представляете, это 4 пары ботинок. И каждая из них сделана под впечатлением артов с альбома. Блин, я реально хочу себе такие мартинцы. Единственный вопрос, может быть, вы знаете, как сделать так, чтобы при разнашивании мартинцев у вас не отвалились ноги. Это очень важно. Может быть, на боечку какую-нибудь делать. Купить мартинцы можно на официальном сайте, подписавшись на рассылку, потому что там ограничено их число. Я не знаю, кто их купит. Я думаю, что они будут продаваться на ebay за миллиард долларов, скорее всего. Потому что это реально очень крутая лимитная серия. Это вам не кидосы, а дидас там и конверс с какими-то рэперами. Это реально мартинцы, блядь. С Трентом Резнером. Бест. Downward's Peril. Один из лучших альбомов Найн Чнелл. Для кого ты лучший? Если кто-то мне подарит эти мартинцы, я вам буду благодарен. Помните, как Кири Кинг записал гитарную партию для трека Beastie Boys? Но! Sleep! Till Brooklyn! Помните эту тему? Короче, он об этом жалеет. Недавно в интервью он заявил, что он действительно жалеет, что записал эту партию, но не потому, что он поучаствовал в треке. Типа, музло для него все равно круто, он отлично провел время и так далее и тому подобное. Он жалеет, что он взял за эту партию 200 баксов. По его словам, группа Slayer писала альбом Rain and Blood в той же студии, Рика Рубина, что и Beastie Boys. То есть, там Коридор был в одной студии, а они в другой Beastie Boys. И Рик Рубин говорит, слышь, чел, нам нужно, короче, гитарную партию записать, это же мастер гитары, блядь, Кири Кинг, можешь пойти им солянуть? Он такой говорит, да без базара вообще. Пошел, сыграл солягу, даже в клипе у них снялся и получил за все 200 баксов. По словам Кири Кинга, ему это помогло, потому что в те годы, ну, как бы, инфляция была не такой сильной, за 200 баксов можно было прям нормально питаться, там, две недели, мне кажется, даже. Ну, может, поменьше, конечно. И он был доволен, что это произошло. Но теперь, спустя годы, он говорит, блин, если бы я знал, что трек так выстрелит, я бы лучше хотел часть от Royalty получить с этого трека, я бы уже миллионером, типа, стал. А это, между прочим, хит 90-х на MTV, и до сих пор его везде ставят, на самом деле, покупают на него права и так далее. Это такие песни, которые вечно будут жить. То есть, почему, например, Guns N' Roses могут ничего не делать, например, или Beastie Boys? Потому что их треки до сих пор покупают для рекламы и разнообразных фильмов. А покупка такого трека стоит кучу бабок. Они из-за них бабки получают даже не записывая и не перезаписывая их, понимаете? Это очень круто. Но, тем не менее, Керри Кинг, конечно, молодец, появился в Beastie Boys. Вообще, было бы охеренно, если бы он был одним из участников в Beastie Boys, да? Он прям идеально выглядит. Тут недавно в интернете развернулась нешуточная драма с Бритни Спирс и Осборнами. Дело в том, что у легендарной семейки есть подкаст The Osbournes, который они ведут, собственно, все вместе, там, Джек, Келли, Шерн, Ози. И недавно они отвечали на вопрос фанатов. Фанаты такие спрашивают у Келли. Келли, слушай, такая классная. Не хочешь ли ты танцевать в ТикТоке, как эти модные девчонки, которые там это делают? И Келли говорит, блин, да я даже не знаю, как правильно танцевать в ТикТоке. Ну и, конечно, он, типа, разговор начал развиваться. И Ози говорит, блин, эти танцы на самом деле дикие просто. Я в Ютубе постоянно натыкаюсь на нарезки из Бритни Спирс танцующей. Бедный старый Бритни Спирс и просто охреневая от этого. Ну, они, короче, раздули тему, что-то обсуждали ее долго. И знаете, что? Бритни Спирс об этом узнала и написала в своих соцсетях следующее. Передайте семье Осборнов, которая является самой скучной семьей в мире, известной человечеству, чтобы она шла нахуй. Блин, Бритни Спирс просто королева рубы в этом плане. Она, за словом, в карман не полезет. Тем более, она давно уже говорила, это моя соцсеть, типа. Мои соцсети, это мои соцсети, я делаю в ней все, что угодно. Там, с ножами танцую, кайфую, ночью на расслабоне. Я, на самом деле, против нее ничего не имею, потому что человек с собой выражается. Она уже свои бабки заработала. Думаю, если она захочет надеть латекс, похудеть и пойти там спеть Baby One More Time где-нибудь там в Лас-Вегасе пару месяцев каждый день. Знаете, у них там есть эти резиденции. То, я думаю, она продолжит зарабатывать бабки. Пока это не надо, она кайфует, меняет себе мужиков и посылает нахуй Оззи Осборнов. Кто из них более рок-н-роллин в этой ситуации? Я не понимаю, серьезно. А Оззи Осборн недавно заявил, что мечтает собрать группу мечты. И в нее должны входить Джон Леннон, Пол Маккартни, Оззи Осборн и Джимми Хендрикс. Шернону такая, блин, чувак, ты знаешь, что барабанщики еще в группе должны быть? Он подумал, подумал и сказал, что он бы взял Томми Клафитоса. Помните, тот самый чувак, который в прощальном туре Black Sabbath играл и сейчас, в общем-то, в сольнике Оззи Осборна играет. Оззи уже никуда не ездит особо, но вот официально он там пока еще числится. Он считает его лучшим барабанщиком, представляете? Повезло Томми, да? Единственное, что непонятно, кто бы в этой группе пел, потому что и Джон Леннон, и Оззи, и Пол Маккартни, и Джимми Хендрикс пели. Блядь, Томми Клафитос должен был петь, потому что он не поет. Вот это было бы круто, поющий барабанщик, а все остальные такие там на мандолинах хуярят. Вот это было бы топчан. Между прочим, Оззи давний поклонник Битлз, и даже Пол Маккартни как-то раз хотел позвать сыграть партию в песне Дриммер, но в итоге там Роберт Трухильо выделился все-таки, потому что он все-таки басист, а Пол Маккартни, он по кайфу живет. Помните фильм о куле и торнадо? Это та самая упоротая фигня про торнадо из акул, буквально, блядь. Шаркнадо он называется. Думаете, дно было пробито тогда? Не, нифига. Чуваки из студии Wild Eye Relazing, если я правильно их произношу, которая уже сняла дофига упоротых фильмов, в основном посвященных акулам, типа акулий экзорцизм, акулы юрского периода, акулы-убийцы с кукурузных полей. Блядь, просто отвал жопы, да, название? Решила снять новый фильм, в этот раз не про акул. Он называется Catnado или Кошачий торнадо. Посвященный торнадо из ужасных кошек, которые всех царапают люто. У меня даже кусок трейлера есть, представляете? Посмотрите на это. Фильм выйдет 22 октября во всех, наверное, кинотеатрах. Я не знаю, у нас выйдет, не выйдет. Возможно, выйдет на кинопоиске. После Винни-Пуха Кровь и Мед я уже ни в чем не уверен, на самом деле. А пока его ждете, можете остальную упорту линейку фильмов от студии Wild Air Lasing посмотреть. Там просто отвал жопы. Вот, мне кажется, есть картинка даже с тем, что у них выходило. Недавно бывший вокалист Хим и вокалист группы Велевала, по имени Велевала, все логично, объяснил, под кого он косил визуально все эти годы. В нулевые и сейчас, собственно, тоже. Да и в конце 90-х, на самом деле. Случилось это в интервью Металхаммер, и он честно признался, что он большой фанат фильма Ворон и конкретно Эрика Дрейвина. Все это время он вдохновлялся именно им. Типа, в детстве он посмотрел этот фильм и был поражен, что в 90-е еще снимают такие классные готические фильмы. Ему настолько понравился образ, что он буквально сформировал все его творчество в дальнейшем. Вы не поверите. То есть, типа, его внешний вид, его отношение к жизни, вся эта рок-н-роллная движуха появилась благодаря фильму Ворон. Вы понимаете, да? Он мог посмотреть какой-нибудь другой фильм и ебашить фристайлер с Boom Funk MC, например. Кстати, в этом году уходит продолжение Ворона со Скарсгардом. Выглядит оно максимально так себе, но всякое бывает. Может, хороший фильм будет. Ну, блин, Ворон это про готического чела. Зачем они все время переснимают и меняют концепцию? Я не понимаю этого, серьезно. Продолжайте с ним. Сделайте новый фильм. Назовите его Петух, блядь. И возьмите Скарсгарда. Джош Клинхофер, тот самый чел со странной фамилией и бывший гитарист Red Hot Chili Peppers, который, кстати, очень крутой гитарист и записал реально хороший альбом Red Hot Chili Peppers. Серьезно. Но не это важно. Оказалось, что Джош убивает людей. И это нифига не шутки. В марте этого года Джош сбил на машине 47-летнего мужчину. Это был Израиль Санчес, который, если верить показаниям адвоката и семьи, шел в продуктовый магазин, переходил через пешеходный переход и его сбила машина. Представляете? За рулем этой машины был разговаривающий по телефону Джош Клинхофер, который не посмотрел на дорогу. Это все, конечно, сняла камера. И парадокс ситуации в том, что его никто не арестовал. Понимаете? Адвокат его говорит, что он дождался скорую полицию, они приехали, забрали человека, а потом он просто уехал. И поехал в тур с Pearl Jam после этого. То есть, как бы непонятно, почему его, кстати, не арестовали. Случилось это в одном из калифорнийских городков 18 марта. Джош был за рулем внедорожника и действительно просто заговорился по ходу телефона и сбил человека. Жуть, на самом деле. Дело, судя по всему, хотели замять, и семья этого человека, которого сбили, подала в суд на Джоша, заявив, что он даже не приехал, не извинился перед ними, ничего не сказал по этому поводу. Представляете? Очень странная ситуация, если честно. Потому что, если верить в видео этому, то Джош реально не прав. Понимаете? Ну, конечно, в этом будет разбираться полиция, так или иначе, но то, что его не арестовали, это очень странно. Так или иначе, скорее всего, он нескоро еще вернется в группу Pearl Jam или где он там играет. И это, на самом деле, печально. Я был на празднике огурца в Суздале, и там было очень много огурцов, но кто знал, что группа Мастодон тоже выпускает огурцы, хотя они никогда не были на празднике огурца. Вот бы группу Мастодон кто-нибудь позвал хедлайнером на праздник огурца. Это был бы лучший праздник огурца ever, конечно. Но суть не в этом. Они тоже являются большими поклонниками огурцов, и совместно с компанией Kelly Death Pickles, ну, типа, смертельные огурцы Kelly, они выпустили собственный мерч в виде банок огурцов с их лицами. Ну, в смысле, там не огурцы с их лицами, а банки огурцов, на которых наклеены, собственно, арты с их лицами, со всеми участниками. Например, у Билла огурцы называются Dead and Butter Slugs. Это сладкий маринад с рядом уникальных приправ, они не острые, там еще помещают, что это не острые, потому что Kelly Death Pickles специализируется на острых огурцах, это довольно лютая тема. У Брэна Дейлера огурцы с перчиками халапенья, то есть они островатые. У Дёрти Бихайнса огурцы называются Deal with the Daryl. То есть, я думаю, вы понимаете, о чем тут речь, это острый перец Carolina Reaper и свекла для цвета, и вообще отвратительно все это выглядит, но мне кажется, это очень вкусно. А у Троэ Сандерса, скажем, огурцы просто с чесночком такие. Блин, не очень хочется попробовать эти огурцы, если вы где-нибудь увидите, то купите, пожалуйста. Цена за одну банку, по-моему, 10 баксов. Ну, то есть, это довольно нафига, конечно, но сейчас, я даже не знаю, сейчас крафтовые огурцы в России тоже стоят немало, уж поверьте. Но я слышал, что большая часть запасов уже распродана, но если дело пойдет, острые огурцы войдут в моду. Это, прикиньте, поток огурцов Мастодон. Надо на праздники огурца в Суздле в следующий раз тоже выкатить палатку с острыми огурцами. Никто не воруйте мою идею, пожалуйста, только, ладно? Или там уже есть такая? Я держался до самого конца этого выпуска, но больше не могу, ребята, не могу. Клоун и Слепнот выдал инфу про Look Outside Your Window. Да, он снова что-то сказал. Если взять всю информацию, которую Клоун говорил про этот альбом Слепнот за все эти годы, наверное, можно было новую Айову записать. Там по времени то же самое будет. А он все продолжает и продолжает говорить. Недавно был подкаст, Andy Hall's Access, он, по-моему, называется. И он там реально продолжил свою беседу про Look Outside Your Window. Типа, единственная причина, по которой альбом не вышел, заключается в том, что этот альбом своевременности, понимаете? Он может быть выпущен через 10 лет или 10 лет назад. Главное найти время. Он его как огурцы в банку захуярил и ждет теперь, когда их можно открыть. Когда гости придут, он такой, ребят, у меня огурцы классные есть, вот с халапенью, давайте откроем. Он говорит, что они все время хотят его выложить, но вот как только время подходит к тому, что выложить, что-то случается постоянно. То из группы кто-то уходит, то еще что-то. Он говорит, а блога готова. Промо готова. Возможно, даже какие-то клипы уже готовы, посвященные этому альбому. Но никак не придет время. И он верит, что альбом выйдет в этом году. Никакой драмы, они просто ждут подходящего времени. Надеюсь, он выйдет в этом году. И я уже так давно этот альбом жду, что он должен быть как минимум радио хай, только и компьютер. Это 100 пудов. Только темным, конечно, потому что это слепно. Но я так понимаю, что альбом готов, музло уже заряжено, что бы денег не заработать. Они от этого не откажутся точно. Возможно, его нужно было выкинуть, для сольника оставить какого-нибудь, того же самого клоуна. Но нет, нужно выпускать все под леблом слепнот. Посмотрим, что получится. Надеюсь, что и правда в этом году выйдет. Ну и про батю Хэтфилда напоследок. Как вы, наверное, уже знаете, я вам об этом говорил, наверное, год назад в новостях, он снимался в фильме «Чаще». Это такой типа вестерн, где Хэтфилд должен был играть шерифа. И это реально случилось. Он сыграл шерифа в фильме «Чаще», и это фильм Элета Лестера. То есть там кроме него еще играет Питер Динглиш, Джулиет Льюис, комик Эндрю Шульц. В принципе, состав очень крутой. И я вообще очень люблю разнообразные вестерны. Надеюсь, он будет крутым. Фильм чаще обещают в кино уже в сентябре этого года. Надеюсь, что там будет полнейшая «Иха!». А вообще Хэтфилд уже не первый раз в кино снимается. И даже однажды с Заком Эфроном снялся в фильме. Представляете? Так или иначе, в кино возрос интерес к его актерской деятельности. И будем надеяться, что Хэтфилд рано или поздно сыграет призрачного гонщика в Марвел. А на сегодня все, друзья мои. С вами была Хрипша и Сережка Хоббит. Надеюсь, у вас хорошее сегодня настроение, несмотря ни на что. Я вам его поднял хоть немножко. Подписывайтесь на мои паблики в Телеграме и ВКонтакте. На мой Бусти, если хотите поддержать канал. На канал на этот, конечно. И 6 августа жду вас в Московском Доме книги в 7 часов вечера. Будем дико тусить. Мечеринка! Субтитры создавал DimaTorzok